Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы покажем и расскажем вам, как правильно намотать бак Манта РТА. В коробке нас встречает зиплок Dr.Coyle. Внутри него находятся две спирали, хлопок, отвертка и комплект запасных винтов и орингов. Также в коробке лежат сменное стекло, которое уменьшает объем бака с 5 мл до 3,5 мл и сам атомайзер. Намотвать Манту мы будем на драге 157 ватт с помощью набора инструментов и койлов от компании Geekvape. Снимаем купол и прикручиваем базу. Обязательно выключите мод, чтобы случайно не нажать на кнопку fire. Берем шестигранный ключ и откручиваем все винты. У Манты очень удобные стойки в стиле велосити, поэтому установка спиралей не состоит каких-либо проблем. Берем два фьюзет-клептона из 0,4 и 0,1 нихрома на 6 витков. Они дадут большое количество вкуса и пара. Примеряем спираль и зажимаем ее. Чтобы она не перекручивалась, лучше всего оставить в ней оправу. Выравниваем спираль так, чтобы она в будущем не касалась купола. От спирали до обдува должно быть не более 5 мм. Обрезаем ножки и проделываем все то же самое со второй спиралью. Выравниваем спирали, включаем мод и начинаем прожигать. Самое главное, чтобы спирали нагревались одновременно и нагрев шел из центра. После прожига подкручиваем винты. Устанавливаем хлопок. Продеваем его через спираль и обрезаем с каждой стороны так, чтобы осталось примерно по 7 мм. Острым предметом распушаем хлопок. Делаем это для более лучшей пропитки. Аккуратно укладываем хлопок в ванночки. Готово! Для пропитки будем использовать жидкость фризи. Капаем на спираль и нажимаем кнопку fire. Повторяем так несколько раз. Это делается для того, чтобы полностью избавиться от посторонних вкусов и запахов. У этого бака имеется всего лишь два нюанса. И оба они связаны с укладкой хлопка. Если его будет слишком много, то хлопок не успеет пропитаться жидкостью и будет гореть. Если уложить мало хлопка, то бак будет протекать. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно продеть плотный кусок хлопка в спираль и прочесать его. Накручиваем купол, заправляем жидкостью, выставляем необходимую мощность и настраиваем обдув. Кстати, с двух спиралей получилось сопротивление 0,16 Ом. Надеемся, что наша короткая инструкция помогла вам. С вами был Сигаретнетбай. До встречи на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»!